Дорогие братья и сестры, в одной пустыне жил старец, подвижный, благочестивый и святой жизни. К нему часто приходил и выносил ему хлеб, также один благочестивый, Мирянина, который жил недалеко в одном городе. В этом городе жил один богач, скверный, нечистая жизнь. Он был одним из самых грешнейших людей в этом городе. И вот умер этот богач, с большой почестью его похоронили. Была прекрасная погода, солнышко светит, прохладные ветероны. Люди тут поют, что святыми у покой, идут священники, епископы. И удивился этот Мирянин, что бог такую прекрасную погоду, такую, как бы сказать, мирную процессию похоронную даровал этому нечистимому человеку. С этим недоумением он пришел к своему старцу, но нашел, что двери кельи старца открыты, а старец лежит мертвый. Он был убит львом, который зашел и загрыз его. Еще больше недоумения Мирянин был удивлен, что тот нечистивый человек вот так вот почил мирно, его мирно хоробит. А здесь его старец в этой жизни был убит львом. Со своими недоумениями он пошел к еще одному знакомому старцу за разъяснением. Пришел к нему в уныне таком отчаянии, что там старца убили, ну и такого нечистивого хоробит в такой процессе торжественной. Объясни мне, почему это так? Ему было такое объяснение, что тот нечистивый богач за свои малые добрые дела получил награду здесь, на земле. Его была дна мирная процессия и хорошая погода за свои малые добрые дела. А за свои огромные, честивые поступки, грехи и беззакония он теперь будет мучиться вечно. А тот подвижник, которого лев растерзал, за свои малые прегрешения получил вот такую вот трагическую смерть. Которую он, эти прегрешения, здесь искупил, этой смертью такой трагической. Но за свои огромные добрые дела он теперь будет блаженствовать на небесах. Миренил был удовлетворен таким ответом. Братья и сестры очень часто многие понимают, почему тот человек умер скоропастично, когда-то внезапно. Или даже такой трагической смерти. А тот умер мирной кончиной, и его похорона была прекрасной погодой. Или даже так бывали случаи, рассказывали, что когда он умер подвижник благочестия, на его похорона был страшный дождь, гибель. Многие даже поразбегались, они с вами попасть в мою похорону. И многие удивлялись, вот почему такой человек в той жизни, а на его похорона такая плохая погода. Тот же самый ответ. За свои какие-то малые прегрешения, Бог послал ему такую плохую погоду на похоронах, чтобы потом его душа была чистая, вошла в рак. В житии преподобного Авросия Копкинского рассказывали, что после смерти был некоторый запах тлений. Заможны какие-то малые человеческие прегрешения. Но потом какая степень святости и благодати была. Тоже так же в житии рассказывается Никона Воробьева, что когда он умер, так же был запах тлений. Но потом, братья и сестры, сколько он открывался в видениях и в помощи людям. И сколько пользы книгой его принесла, его письма о покаянии, о святости жизни. Это, братья и сестры, это судьбы Божьи, которые нам не постижили. Но мы не понимаем часто, почему так, почему по-другому. Почему люди, которые нечестиво живут, живут здесь, в этой земной жизни хорошо, как бы скорбиваний никаких нет. А люди, которые живут благочестиво, святой жизнью, они терпят скорби, скорби за скорбя, еще больше и больше и больше. Братья и сестры, опять-таки здесь тот же самый ответ. Вот те люди нечестиво, которые живут, развивали какие-то свои, может быть, малые добрые дела. Может быть, они кому-то помогли, взяли какие-то дела милосердия, какой-то другой честный один поступок или два сделали в своей жизни. Вот эти свои добрые дела, мамы, они здесь, на земле, получат свою награду. Благодетствие, каких-то других хороших для них ситуациях в жизни. Все у них будет достаточно. Но потом за свои грехи они будут полную расплату в аду. А люди, которые здесь, на земле, стараются жить свято, но, конечно же, политические немощи, где-то пререшившие, оступившиеся, разгневавшиеся или другого это поступок сделали, осудившие кого-то. За эти свои малые прегрешения, они здесь, на земле терпят скорби. На них клевеют, их осуждают, их иновидят какие-то болезни, другие неприятности, обман, клеветы, предательства. Претерпев здесь, на земле, они будут вечно блаженствовать на небесах, в Царстве Небесном. Братья и сестры, будем послушны воле Божией. Никто не может познать ум Божий. Он великий свят. Ему нужно только довериться, предать себя полностью в Его руки. Братья и сестры, будем доверять Богу. Он любит нас и заботится о нас, и хочет даровать нам Царство Небесное. Поэтому не завидуйте тем, которые богаты, сладко, хорошо, здоровы, в которых все хорошо клеится, гладится. Не завидуйте им, потому что им не позавидуешь после их смерти. Поэтому, братья и сестры, будем молиться, чтобы Господь Бог укрепил нас в терпении, даровать нам послушание воле Божией, крепкую веру, упование и любовь Богу. Аминь.